Всем привет! Сегодня хочу показать, как сделать вот такую вот очень простую в изготовлении мормышку, которую все знают под названием как гвозди-шарик. Этот способ изготовления очень простой, придумал его не я, но в принципе многие так делают. Может быть для кого-то это будет полезно. Итак, для изготовления мормышки мне потребуется крючок с длинным цевьем, размер его длина 15, ширина 5 мм. Дальше мне понадобится кусочек медной проволоки, сейчас сниму с нее изоляцию. Также понадобится паяльник, паяльная кислота, лак для покраски. Ну и вместо бисерины я буду использовать вот такой вот силикон, летнюю приманку. Дальше вы увидите, что я с ней сделаю. Приступаем. Сейчас нагрею немного ушка, мне его надо будет загнуть под 45 градусов. Вот что-то вот такое вот должно получиться. Снимаю изоляцию с проволоки. Диаметр и проволоки медной, и всего остального вы можете под себя выбрать самостоятельно. Я буду делать очень маленькую мормышечку. То есть вот такая вот проволока у меня получилась. Теперь мне нужно отмерить приблизительно расстояние будущей мормышки. Вот так вот. И эту часть откусить. Вот такая вот заготовочка у меня получилась. Теперь вот повдоль, с помощью вот такого вот надфиля, мне надо сделать канавку, в которую потом буду впаивать крючок. Сейчас зажмут кусочки и потихонечку пропилю, продолжим дальше. Вот такая вот канавочка у меня получилась. Там видно, не видно. Теперь это дело надо сейчас все облудить. Крючок и заготовочку, и в паяке вот уже практически гвозди-шарик будет готов. А пока у меня греется паяльник, сразу же покажу, как я делаю глазки. Они же бусинки, бисеринки для таких мормышек. Отрезаю кусочек от силиконовой приманки. Нужного мне цвета я вот красный буду использовать. Вот такие вот кусочки у меня получились. Одеваю его на иголочку, таким вот способом. Потихонечку начинаю вращать над горящей свечкой. Такой вот шарик получается. Перевожу в воду и остужаем. Вот такие вот бусинки у меня получаются из силикона, которые я потом использую на мормышке. Паяльник нагрелся. Немного зачищаю крючок наждачной шкуркой, чтобы уолова лучше пристала. И сейчас начну паять. Покапнуем немного кислоты. Теперь нужно залудить. Так, ну вот, теперь вот эту вот штучку тоже надо немного залудить, чтобы к ней припаять крючок. При помощи кислоты очень отлично это все дело облуживается. Вот так вот получилось. Теперь осталось впаять крючок. Точно так же с другой стороны. Ну вот, что получилось. Сейчас опять обработаю немного надфилем вот эти вот острые краешки. Можно будет красить. Теперь это дело надо покрыть лаком. Вот, собственно, мормышечка и готово. Осталось дождаться, когда высохнет лак. Итак, лак высох. Осталось на эту мормышку надеть только шарик. Шарик я уже заранее сделал из силиконовой приманки. Такой вот красный. Одеваем. Собственно, вот и все. Мормышечка готова. Вот такой вот очень простой способ изготовления гвозди шарика сегодня я вам показал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...